Чего наговорил Лукашенко, какие проблемы он признал, а так само, что вядома про целых трагичных историй, которые встречались на этих выходных Витаемся, бры! Это наша Нива, и сейчас мы все вам расскажем Головный ворог Лукашенко он сам, ну, и его язык На своей опошней нараде Лукашенко наговорил на соправный международный скандал И он поведомил, что он не лишит себя антисемитом, и тут же срабил антисемитскую заяву Обрыло много слышали, не буду напоминать и повторять Привлечены на сегодня три десятка человек Вот три десятка человек перечислены Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев Это что, они у нас особое привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем Все одинаковы перед законом, и евреи, и белорусы, и украинцы, и русские, и поляки Виноват, будешь сидеть Цикаво, что пресс-сократарка Лукашенко и Наталья Эйсмент у своих справоздачных эту фразу продмашливо выразила А лишь эту заяву на выходных показали в сюжете «Панорамы на БТ» и начался разголос Гэтыми словами Лукашенко уже обурылся керавник Министерства замежных справ Израиля, який поведомил цитата Заявы Лукашенко з'являются непрымальными и абуральными, а его за уваги гучать, як выразный антисемитизм Иншый высокий чиновник того ж Министерства подал ответную скаргу у адрес посла Беларуси в Израиле Сам же Лукашенко занявся экономикой и сустревся с премьером Романом Галученком Чиновником, якуга юн публична шпыняя при любой махчымасти А лишь цяпер обышло еще без погрос и крыков Лукашенко спокойно признал наявность некоторых проблем Как мне докладывают, экономика в этом году пока складывается Хотя есть определенный, как всегда, настраживающий фактор Хотелось бы, чтобы мы обратили прежде всего в разговоры на это внимание Но самое главное, я заметил и в средствах массовой информации разного уровня То, что у нас отрицательная сальда Тут подлумачим, про что он каже Адмовная сальда значит, что импорт перевышает экспорт Тобок Беларусь тратить на покупку товаров замяжи больше грошей, чем зарабляя на продаже своих товаров у иншей окраины И гэтая обмолная сальда, як бы не трагедая, але и особливо доброго тут так само ничего не ма Традиции наличится, что становшая сальда у мацовая курс национальной валюты краины А значит, у яе варта укладывать гроши Так само Лукашенко окресли у яшшэ некоторые проблемы, але снова же без подробязностей Меня ориентирует на то, что у нас и со строительством жилья есть определенные недостатки Ну и рад других же недостатков, на которые мы должны обратить внимание Будучи министр, усяго на свете Не паспел былый керавник АНТ Марат Марков освоиться у крэшлі министра информации Як я могу уже прарочать яшэ больш сурьозную пасаду Стало вядомо, что просто подчас его призначыня Лукашенко дал новый загад Маркова унесуть укадровый резерв на пасаду министра финансов Это значит, что, коли пропагандист добро покажа себе на теперешней пасаде То пасля ему могут доверять и больш сурьозную делянку у номенклатуры Лукашенки Сдавалося, что это уже дно, а где тут раптом погрукалися внизу Стало вядомо, что головный лицей Беларуси, лицей БДУ Усчёж переименовали у гонор самого вядомого советского чекиста Теперь это лицей имя Феликса Дзержинского И это переименование «Сумное наступство политических чисток» В 2020 году больше за тысячу выпускников лицея Патрымали рух за свободные выборы Так само в 2020 году у лицея учился Николай Лукашенко Алип раз протесты, ягу раптомно оттуда забрали И перевели у некую иншу навучальную установу Якую трымали у Сакрэте По одной из версий, это была элитная приватная гимназия у Дроздах Засновальницей, якой з'является ягу мати Ирина Абельская У самим же лицея БДУ пасля 2020 года пачалище репрессии Там звольнили не меньше за 15 выкладчиков А так само измянилище два директоры У вынеку новым керавником лицея стала Татьяна Мамчиц Якая ранее працавала у Институте национальной безопасности Деректуют кадры для КДБ С переходом на новое место працы Любовь дачекистов у Мамчиц никуда не зникла У восьмин 22 года лицей БДУ разом с КДБ проводил конкурс Пачас якого удельникам пропановывали намалявать комикс про Феликса Держинского И створить становочий в образ супрацовника КДБ Як вы разумеете, идея назвать лицей у Гонор Держинского Так само належала мамчиц У вынеку гэтую инициативу директорки Патрымала Министерство Адукации И теперь маем, что маем Лукашенко дал отмашку и поехали мачить Говорка про затриманне первого намечника начальника Белчыгунки Пятра Дулуба После того, как сам Лукашенко подтвердил его затриманне, пропаганды и человеки кинулись рассказывать про жизнь и гроши корруппованного чиновника Одразу ж по СТБ показали кадры затриманне Дулуба супрацовниками Губазик Присабе чиновник меу 300 тысяч доляров наявными А Гулам же он набрал хабару больше чем на 3 миллионы доляров, які ехава у дома, под подлогой и у стенах Причым, силовики кажут, что навыц семья не ведала, кольки грошей у Дулуба Тяпер же былому топ-керовнику сведеть аж до 15-ти годов колонии На выходных отбывся целый шерах трагичных историй Причым, одразу некальки, связанные с электричностью У Калинковичах мужчина залез на опору линий электропередач и его удары латоком Электричный удар был настолько мощный, что человек просто гарыл жилцом амальгадину Ведовочцы казали, что весь в этот час он был у притомности и просил об допомозе Але медики, які вельми худко пробили на место здаренья, не могли знять ни бараку, бо линия была под напруженем Пасля потерпелого забрали у больницу, як не дзивно он застався живы У яким стане тепер знаходница мужчина невядома Як и невядома, чому он увогуле полез на той слуб Тут выказываются две версии Паводле першей, мужчина посварився с каханой и полез на провады наумысно, каб здесь нецамагубства А паводле іншей, небыто пошля сварки, мужчину выгнали с хаты И тады ён залез на слуб, каб паглядеть, что отбывается у двары дома, але выпадкова упаў на провады Бяда здарылайся у беларускіх утікачоў у Польшы Лето с сям'я халютаў праспалітычная рэпрэщаў была вымушена з'ехать з Беларусі, а цяпер ў їх здарылайся трагедыя Пачас в отпуску на Балтыйскім моры их двухгадовыга сына ударыла токам просто ў нумары гатэля Ратовальнікі хутка доставілі дзятя на верталёці ў бальніцу в Данська, дзе адактары два дні змагаліся за жыцё хлопчыка, але, нажаль, вырытаваць яго не отрымалася Трэцега червеня ён памёр Іншая трагедыя адбылася пад Салігорска Там 34-гадовы мушчына вырышыў парыбачыць на мясцовым каналі, але, закидываючы вуду, ён зачапіў драты ліній електроперадач і отрымаўсь мяротны удар тока Дяда з малым дзіцём адбылася пад Гродна Там маці разам з сыном прыехалі на выходныя до бабулі за горад Жанчына распаліла мангал, а сама займалася гаспадарчымі справамі У гэтый момент яе малы сын знайшоў пластыкову бытэльку з невядомай ваткастю і кінуў яе ў мангал Адбылася ўспышка, праз якуў на хлопчуку загорэлася адзіння У выніку дзіця трымала сурьозныя апекі, було шпіталізаванаю ў реанімацію Гродзінскай бальніцы Цяпер яго стан ацэніваецца як тяжкі Два чалавекі загінули пад Мінскам Там малады кіроўце, не справівся з машыной, і зіехаў з дорогі Аў то ўрезалася ў слупі ў выніку сам кіроўце і адна з яго пасажырак загінули Яшчэ двоя пасажыров машыны, маладая жанчына з гадавалым дзіцём, были даставлены ў бальніцу Іншэя трагічная ДТЗ адбылося ў Магилёве Там аў то ўрезалася ў жылый дом Што сталай прычыной авары, пакуль незразумела, але кіроўца машыны загіну на месцы Незразумелая історая з ўделам нашыга суайчынніка адбылася ў Нидерландах Уначына траіх мушшын напаў невядомы з ножом, ўсе патярпелые атрымалі лёгкіе ранені Падазраваны збехалі пазні яго знаешлі і аказалася, што нападнік 44-гадовы беларус, якога затрымалі і змястіли падварту Што стала прычына яго агрысівных паводзінаў, цяпер высвятляя паліція Некая дзікуха адбылася ў Барысаве Там мясовы жыкар выкінуў свайго сабаку з моста ў раку Мушшына падлумачыў свой дурны ўчына к тым, што сабака небыта захотеў піть Адразу скажам, што сабакам ў выніку ўсё добра і он жывы Агора гаспадара затрымалі і склалі на ягу протокол за жорсткая выхожыня жывёлами За гэта мушшыну пагражае штрап да 15 базавых величынь, а гэта 600 беларуских рублёв Лукашэнкаўцы масава адбіраец жылё ў беларусаў Прапагандысты Игар Тур пахвалівся, што лічба грамадягу, яких дзержава хоча забраць майомасць, ўжо близкая да тысячы чалавек Тут маюцца на ўвазі тыя, хто выяхаў за мяжу, але не стал маучаць і працягнуў такці інакшу дзельнічаць ў палітычным жыці За гэта ў Беларусі пачалі масава заводзіць крыміналкі на актывістаў і арыштовыць их дамы і кватары, які засталіся на радзіме Далі нерухумасць будуть прадаваць на аукціонах, а грошы дзержава забярае сабе Чым ліжее выбары, тым беларусам становіцца вісялее жыць Вісялее, нажаль, тут ў пераносным знажэній Тяпер работнікаў прыватных фірмаў прымшаць даваць письмовыя адацанні, што яны не будуть робіць нічога екстрыміцкага Копія такого дакумента ёсць ў нашай редакцій Калі коротка, то там гаворыцца, што работнік абавязаны не ўдзельнічаць ў протэстах Не падписывацца на неправильныя суполкі і чаты і не пакідаць коментароў, які абражаць лукашэнку, сілавяковы і чыновнікаў Правда, тут ёсць нюанс Падписанні гэтай папіры реально патрэбна толькі для нагнятання негатынной атмосферы ў грамадстве і застрашывання людзей Бо аднаявнасті ці адсутнасті подпісу пад такім документам ніяк не залежыць юрыдычна адказнаць Калі сілавякі па некіх сваіх меркаванніх звернуць увагу на чалавека Щылавякі хваліцца масавымі затрыманнімі ў лідзе Там схапілі як мінімум пятиарых работнікаў металлопракатнага заводу Як паведаміли прапагандысты на апрыватным прадпрыемццве 14-га чэрвеня прайшла цытата ад працовка экстрэмістов У апублікованым роліку бачна, як щылавякі з аутаматамі і ў повным адмундзіраванні Урываліся ў цехі, атягвалі рабочых ад станков, укладывалі на жамлю і заводзіли руки за шпіну На якой падставі былі затрыманныя работнікі і які іх працусуальны статус, не паведамляецца Загадкавы стралок з Магілёва Мясцовым вітерынарам прынеслі паранінага котіка, ў якуга вялікай арбалетнай стралой былі прабітыя лёгкі Адбылосі гэта ўзвычайным жылым двары дзе да таго котік пастаянна выходзіў на шпацыр Хто гэта зрабіў і чамо, пакуль не вядома, цяпер справай займаецца милиція Нажаль, вырыдаваць паранінаю жывёлу не отрымалася, кот сканаў ў ветрынарнай клініцы Беларуская Венеція, ті докладній Єльнеція У Єльскім районі затапіла вёскі Вадою пазалівала і двары, і гароды, а таксама колгасныя пали Патярпілі і збожувыя, і кукуруза Мясцовыя жыхары віновацець ў бядзі коммунальныя службы Мауляў, былі, дажжі і абгодныя каналы засметіліся Але службы іх не чыстіли і чамусьці не очынілі шлюзы для таго, каб вада стякала ў раку І вынік вось такі Нанотехнології па Беларуску Сацеткі разарывала інвыцинная вешалка для штанов ад слуцкага прадпрыемства Разынка ў тым, што дазвычайныя вешалкі прыкруцілі канцелярскія стіскачы І прадаюць гэта за 10 рублів Праўдападобна, што гэтае технології будучы неасаблівым попытам не карыстаюцца Бо такі вешалкі ўжо прадаюцца са снішкай аж ў 51% Вось такія новіны панядзелка Падписывайціся на канал, ставці лайкі альбо дызлайкі і выказывайці заувагі ў коментарах І канешні, чытайці нашу ниву, глядзіці нашу ниву і любіці Беларусь До сустрэчы заутра! Дякую за перегляд!